Всем доброе утро! Слышите, я такой загорелик вообще, с облупленным, сгоревшим носом. У меня, кстати, начали эти плечи облезать. Ой, ужас, кошмар. Я в этой поездке, в единственной, наверное, в своей жизни, впервые не пользовалась кремами от загара, но, собственно говоря, не сильно отличается, что я пользуюсь, что я не пользуюсь. Всё равно у меня эффект панды, у меня абсолютно не загорает вот эта вот область вокруг глаз, хоть я и не ношу очки. Такая кожа. Я становлюсь пандой просто. Мы уже сегодня с Машкой с утра разобрали вещи, точнее, разбирала их в основном Маше, потому что в этот момент я бегала по магазинам, у нас дома было хоть шаром покатить, ничего не было. Димка избавился от всех продуктов, чтобы ничего не протухло. Поэтому нужно было чем-то завтракать, и я с утра бегала в магазин. Пока меня не было, Маша разобрала чемоданы, переложила всё, что нужно в стирку. Ну, здесь почти, здесь остались только какие-то... А, обувь, обувь осталась, тапки остались всякие. Вот, этот чемодан почти разобран, не до конца ещё. Вот здесь что-то ещё осталось, всякие вещи, зарядки. Ну, этот мы сейчас быстренько разберём. Фу, вчера просто не было сил, мы вошли, уже было 4 утра, вот, и мы так быстренько в порядок себя привели и сразу завалились спать. Не до чемоданов было. Пока мы там отдыхали, мне здесь в Вайлберис пришёл Машкин шарф. Я как-то его заказала и не рассчитала, что мы уедем, а я его забрать не смогу. Поэтому его забирал Димка. Слава богу, ему его отдали. Спасибо огромное нашей выдаче. Это такой обычный флисовый шарфик. Я его на зиму у Машульки купила, потому что у неё был когда-то почти такой, только зелёного цвета. Он был немного уже, он был, конечно, очень тёплый, мне так понравились эти сливочные, господи. Флисовые шарфики, они такие уютные, они такие классные. Так, это заказывала в Вайлберисе фирма Мишутка. Ой, Микита Мишутка, что-то я вообще... Вот, и он двуслойный. Не как обычно бывает, знаете, там шарф, он с двух сторон не обработанный. Вот у нас зелёный был такой, просто флисовый такой был отрезок и всё. А этот весь прошит, этот очень классный. Вот, курточка у неё. Вот с курткой мы пока не решили, то ли она будет, как в прошлом году, надо померить, потому что выросла, она не выросла. Но штаны у неё в любом случае розовые. Ещё заказала ей ботинки. За ботинками надо будет сходить, наверное, или сегодня, или завтра, смотря, когда они придут. Вот, и там ещё кроссовки мне для того, чтобы по дорожке ходить тоненькие. Вот так на Маше смотрится. Он, да, он очень такой объёмненький. Как раз задувать нигде не будет. Классно? Я тебя не удавила? Неа. Удобно? Тепло и мягко, правда? Классный, классный, да, шарфик. Всё, носи на здоровье. Иди уроки доделывай, у тебя там долги остались твои. Давай. Что-то ты сделала в Турции, успела, а что-то не сделала. Экскурсии у нас с тобой были. А сколько у меня там уроков осталось и классно работать? Ой, по-моему, один день, по-моему, уроков. Что-то такое. Один день, то есть вот этот вот? Да, то ли один день, то ли два дня, что-то такое. Я бы хотел один день. Ну, это не зависит от того, что ты хотела или не хотела. Пойдём. Сейчас на Маше умерила зимние вещи с прошлого года. И штаны, похоже, нам покупать не нужно. Штаны у нас нормально как раз. Всё, отлично. Давай сейчас тогда с тобой померим ещё курточки твои, ладно? Ну, и хитрая такая, слайм схватила и смотрит на меня, да? Нет, у меня слайма нет в руках. Да, да, конечно. И куртка нормальная ещё. Ну, так, рукава, конечно, чуть-чуть прям. Прям-прям-прям. Ну, ничего, более-менее. Нет, нормально, нормально. Повернись попкой. Нет, всё в порядке. Тебе ещё и курточка как раз. Плюс вот у тебя ещё есть розовая куртка. Я думаю, что тебе она тоже как раз ещё пока. Всё, значит, тебе нужны только ботинки. А ботинки нужно будет пойти и померить, ладно? Угу. Хитропопая! Ай, хитропопая! Нет, слайма, вот рукава. Нету, нету, вижу. Кстати, браслеты надо снять от этого, от отеля. Чего, да ладно? Хочешь оставить его? Да. Буду в школу его носить. Да, зачем? Что все знали, что я турка? Что ты не турка, а турчанка. Почему? Турка. Турка это для кофе такой. Приборчик. Резервуар. Резервуар? Резервуар. Резервуар? Да, резервуар. Можешь, раздевайся. Резвир... 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 Резервуар. Отлично, супер. У тебя все супер получается, давай. Снимай штаны, иди уроки делай. Резервуар. Резервуар. Иди уроки делай. Ну все, чемоданы разобраны, волосы покрашены. Да, то у меня они выгорели так сильно за время отдыха нашего. Они прям у меня уже белые были на концах снова. Короче, мне не нравится такое. Вот, я их сегодня окрасила опять в свой цвет. Ну ничего, так нормально получилось. Я правда рассчитывала на более темный цвет. Взяла шестерку, но видимо придется брать пятерку. Даже на корнях он светлее, чем следует. Вот. Но ничего, так тоже прекрасно. И хотела вам предложить посмотреть на, так сказать, минусы отеля. Ну не только на минусы, там есть чуть-чуть плюсов, по-моему. Вот. На те самые кусочки, которые я снимала в течение отдыха. То, что вот, так скажем, нам не нравилось. Для сахара, для чая и для палочек, которым можно мешать чай и кофе. И они тут у них в зацелье. Шикарно, правда? Жесть. Ну что, мясо тут так себе, потому что здесь не всегда мясо. Например, сегодня подавали вот такую вот поджарку в качестве мяса. И здесь перемешано настоящее мясо и перемешан какой-то фарш. Вот это вот из фарша сделано под мясо. А вот здесь вот видны волокна. А вот это мясо. Сейчас еще покажу мясо. Вот тоже кусок мяса с волокнами. Вот мясо с волокнами. Они даже цвета другого. А вот это фарш. Никаких волокон. Вот просто вилкой ломается и все. Так что, да, мясо я, похоже, брать здесь не буду. Я буду брать рыбу. Она целиком дается. Вот мясо настоящее. Оно даже не ломается никак. Оно не разъезжается никак. Волокна есть волокна, конечно. А вот это легко. Ну, пожалуйста. Очень похоже на то, что просто-напросто взяли какую-то часть мяса небольшую и построгали одинаково с фаршем. А фарш очень похож на то, из которого лепят котлеты для бургерленда. Такое ощущение, что они взяли все то, что осталось, порубили одинаково и подали это все дело на ужин. К чему я тут придраться не могу, так это к сладостям. Сладости просто, объедение великолепно. Свежащие торты, торты, как это называют, да? И вот эти вот сладости тоже. Все свежее, все такое вкусное. Просто великолепно. Вот сладкий стол, прям молодцы. Идем уже ложиться баечки в номер и смотрим, что приборы на открытой террасе раскладывают прямо с вечера. Как прикольно. То есть за всю ночь они успеют покрыться всем, чем угодно. И пылью всем, учитывая, что здесь терраса не закрывающаяся. Вот здесь вот окна, это только за зоной готовки. Там, где сидят люди, окон нет. Ни задвигающихся, ни раздвигающихся. Там просто заборчик. В общем, уборка в отеле тоже оставляет желать лучшего, потому что вот, например, у меня полотенце принесли грязное. Это новое полотенце, я его уже сбросила на пол, чтобы заменили. Но я им, конечно, вытираться не буду. Плюс притарабанила уборщица какую-то грязную тряпку, которая у меня уже два дня в номере лежит. Я вообще не знаю для чего. Здесь у меня лежали новые полотенца, которые она приносила, оставляла на тумбочке. Она взяла эту грязную тряпку, бросила мне на новые полотенца. И, естественно, я все сбросила на пол. В общем, пускай все это дело меняют. Короче, уборка, то еще здесь удовольствие. А ко всему прочему, здесь пишется прям в ванной наклейка. И на ней написано, что просьба не бросать полотенца на пол. Но как еще поступать, я просто не представляю, потому что полотенца, по факту, они не меняют. Сейчас потрясающая ситуация. Произошла женщина за овощным столом. Попросила принести ей огурец. Просто обычный, простой огурец, целиковый. И ей вынесли его, нет проблем. Чищенный, шкурка счищена. Руками, руками, рукавами, вынесли огурец. Положили ей в тарелку. Я тут основательно подсела на кофе. У них просто великолепный кофе в кофе-машинах. Не вода, как это обычно бывает, а очень-очень вкусный такой концентрированный. Я беру с двойным молоком, и то он такой крепкий. Ну и сладости, конечно, сладости. Прям очень вкусные. Вино как-то так себе не пошло у нас. То есть это вот второй бокал за весь отдых. Так, что еще, смотрите. Ну он весь, конечно, уставший. Полка здесь вот обвалилась. Она с одной стороны даже не держится ни на чем. Ну, видно, да, что она криво. Так. Шампуни здесь не кладут. Здесь вот единственное, что кладется, вот эта вот тряпка так и валяется у нас в номере. Кладут кучу мыла всякого разного. Мы, честно говоря, не пользовались. Достали один кусочек. И все. Так, здесь у нас что? Ватные палочки две штуки. Здесь, видимо, make-up-код на это, видимо, эти диски для... Короче, ватные диски тоже. Вот. Это у нас что? Да, то же самое. Ватных дисков дофига просто. Вот они даже вскрыты. Да, ватные диски. Короче, кладут только ватные палочки и ватные диски. Все. Приносят постоянно. Вот тоже какой-то комок с полотенцем. Это все не мы кидаем. Это все непонятно. Это уборка все это делает. Туалетная бумага. Для ног полотенца нам принесли только на, по-моему, день пятый. И то только после того, как мы бросили полотенца, которые здесь были вниз. Вот. Все. Здесь в душе тоже не дают никакие шампуни, ничего. Здесь висит только вот такая вот штучка, в которой жидкое мыло. То есть можно мыть, видимо, все нужно мыть этим. И все. Это все, что дают. Естественно, это никакие не пять звезд. Маша у меня здесь после уборки нашла чей-то ноготь. В общем, это вообще просто супер. Вот так. Вот такой вот отель. В принципе, неплохой. Но не стоит от него ждать ничего такого сверхъестественного. И уборка, конечно. Это отдельный пунктик. Уборка безумно навязчивая. И невозможно тем, кто приходит убираться, женщине и так далее, объяснить ничего на английском. Она не понимает. Она понимает только турецкий. И сколько ей не говорили, что не нужно убираться, что и так все нормально, что нет-нет-нет. Все это мимо ушей. Она выходит, тут же возвращается со сложенным полотенцем. Улыбается. Потом снова выходит. Потом, может, среди дня снова войти. Просто вот так вот раз. Пройти в комнату. В общем, это был просто кошмар в плане уборки. Но ничего. Таблички улетают. Которые нужно вешать на ручку двери. Потому что дверь на улице находится. И просто ветром эту табличку сносит. Элементарно. Вот. Они по всему отелю, эти таблички валяются. Как-то так. Вот. Ну, на этом все. Всем до встречи. Всем пока.